Смысл в том, чтобы создать как можно больше освященных пространств. Конечно, мы создаем небольшие храмы в домах, как янтры и другие большие формы, потому что наиболее эффективный способ трансформации человеческой жизни на планете — когда вы позволяете этому проникнуть в людей, не как учение или философия, а как воздух, который преображает вас с каждым вдохом. Это самый эффективный способ трансформации, но для него нужна материальная инфраструктура. Это обратная сторона медали. Но если мы просто сделаем людей медитативными, как мы изначально и хотели, то нет необходимости в храме или в какой-либо инфраструктуре. Мы превратим каждого человека в свой собственный пульсирующий храм. Что ж, прошло почти 30 лет. Мы определенно коснулись многих людей. Но все же, когда я смотрю на людей, которых мы еще не коснулись, то вижу, что их намного, намного больше. Так что, безусловно, есть необходимость в создании материальной инфраструктуры для будущих поколений. И я думаю, что пришел момент вкладывать наше время и ресурсы в создание инфраструктуры для духовного развития. Для передачи технологий внутреннего благополучия необходима достаточная энергетическая инфраструктура. Мы надеемся и ждем, что многие из вас станут более зрелыми и способными, чтобы, когда подобные вещи появятся, вы позаботились об их правильном использовании, без искажений, потому что эта инфраструктура включает в себя ритуалы. Причина, по которой ритуал стал уродливым понятием, в том, что ритуалы можно использовать в своих интересах. Медитативность не оставляет места для этого, но для нее нужна подготовка. Ритуал не требует подготовки. Любой может прийти и принять участие, но остается возможность для злоупотреблений. Пока мы не создадим людей абсолютной честности и преданности, которые не отклонятся, несмотря ни на что и ни при каких условиях, до тех пор ритуал будет опасным процессом. Но без ритуала вы никогда не сможете коснуться больших групп людей. Медитация всегда будет исключающей. Она не будет всевключающей. Ритуал всевключающий. Люди могут участвовать без подготовки и получать от него пользу. Но люди, которые его проводят, должны быть исключительно честными, иначе ритуал потеряет свою целостность и превратится в эксплуатацию. Я верю, что мы можем создавать людей, не подверженных искушению эксплуатации. Это не значит, что мы не подготовили таких людей. Такие люди есть, но все же не в том количестве, в котором мы хотели бы. Численность таких людей все еще не соответствует нашим возможностям. Итак, нам нужно создать людей, которые будут вне коррупции. Даже если вы поручите им рай, они все равно не будут им злоупотреблять. Нам нужно формировать таких людей. Если мы хотим сделать ритуал активной частью жизни, чтобы в обществе шел масштабный духовный процесс за пределами медитативности. Потому что медитативность требует значительной подготовки. Без подготовки вы не приведете людей к этому состоянию. А подготовить к этому целых семь миллиардов человек — очень тяжелая задача. на планете не будет подлинной духовной атмосферы, если мы не создадим таких людей в большом количестве. Иначе духовность всегда будет уделом горстки чудаков. Мы не хотим, чтобы духовный процесс был уделом чудаков. Мы хотим, чтобы духовный процесс стал мейнстримом. Это образ жизни для всех. Хотя мы делаем и другие вещи. Но важно жить так, чтобы ядром человека обязательно стала его самая замечательная часть, а не его мизинец. Вы же не продаете важность своему мизинцу. Что бы ни было основным элементом человека, именно этот элемент должен быть на первом плане. Если это так, то духовность встанет на первый план в жизни человека на этой планете. Это должно произойти не только ради освобождения или мукти. Стремительно приближается время, когда это станет необходимостью. Даже для простого выживания духовный процесс станет необходимостью на этой планете. Мы очень стремительно к этому приближаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok